Как избавиться от ревности? Давайте сначала рассмотрим, что такое ревность. За ревностью стоит страх. Страх, что он уйдет, что он выберет кого-то лучше, чем меня, найдет кого-то лучше, чем меня. То есть автоматически человек, который ревнует, он считает, что я изначально хуже, чем она. Она лучше, и поэтому он может к ней уйти. И я начинаю ревновать, потому что внутри себя боюсь. Боюсь, что он идет. А почему я боюсь? Потому что я считаю, что я не цена. Я не цена настолько, чтобы он выбрал меня. И поэтому все, кто у женщины будут попадать в поле его зрения, будут изначально лучше, чем я. То есть за ревностью стоит обесценивание себя. Я не считаю себя ценной. Я не думаю, что меня можно за что-то любить. И поэтому мужчина может в любой момент от меня уйти. Обесценивание, не любовь к себе. Если мы прорабатываем, если мы убираем фокус внимания от мужчины, потому что женщины, которые проводят всю жизнь в постоянном контроле и ревности, очень сильно быстро стареют. Потому что они отдают все ресурсы, свои жизненные силы на ту ситуацию, которую они не могут изменить. Мало того, что они не могут ее изменить, так они еще неосознанно выбирают мужчин, которые заставляют их ревновать. Которые как будто бы словно издеваются. Видят, что девушке неприятно. И все равно всячески ее триггерят. Потому что им приятно наблюдать. Если она ревнует, то значит она любит. Значит она проявляет какое-то внимание. И они тем самым забирают ее энергию, ее жизненные силы. И она неосознанно этой жизненной силой свою энергию отдает. Потому что считает, что она какая-то не такая, что ее не за что любить. Если мы фокусируем внимание на мужчине и пытаемся его изменить, проверяем телефон, отбиваем от него всяких подруг, пишем постоянно этим женщинам, которые появляются в этом пространстве, это проигрышная война. Ее невозможно выиграть, потому что сколько бы вы не тратили энергии и сил, все равно будут появляться другие. Все равно он будет находить других. И вы всегда будете проигрывать. Все, что вы будете делать, отдавать свою энергию жизненной силы. И через 10-15 лет вы посмотрите в зеркало и удивитесь, как быстро вы постарели. То есть женщины, которые ревнуют и отдают свои силы вовне, очень быстро стареют. Вот, это самая неэффективная стратегия. Как перестать ревновать? Сфокусироваться на себе. Начать растить ценность себя. Заниматься любовью и принятием к себе. Если девушка любит себя, принимает, если она ценит, она уверена, что от такой, как она, не уйдут. А если даже и уйдут, то она точно не останется одна. Потому что вот за ревностью тоже есть большой страх одиночества. Если он уйдет, я останусь одна, я не справлюсь. Я одна никому не нужна, и сама себе я тоже не нужна. Поэтому это так очень страшно. Я должна всячески удержать его. Опять же, это проигрышная стратегия. Начиная учиться, ценить и любить себя, нас этому никто не учит. Нас, наоборот, говорят, жертвовать собой. Все равно говорят, сделай им хорошо, будь хорошей для них, и тогда тебя будут любить. Это проигрышная стратегия. Чем больше мы делаем хорошо для него, чем больше мы пытаемся быть хорошей для него, тем больше он может нас обесценивать как раз. Потому что любят не за хорошесть, любят за уникальность. Когда человек уникальный, живой, интересный, это делает его красивым. Если человек хороший, он теряет свою уникальность, он становится аж приторно хорошим. И от таких как раз мужчины уходят, потому что они становятся женщиной неинтересной. Мужчина остается с интересными женщинами. Когда женщина слишком хорошая, она становится неинтересной. Поэтому, заводя роман с собой, вы выигрываете. Во-первых, вы забираете себе власть, забираете себе силу. Вы наполняете себя уверенностью, ценностью. Вы начинаете верить в себя. Потому что на любви к себе это фундамент, на котором базируется абсолютно все. Мужчина рядом с вами точно так же начинает относиться к вам. Если вы себя цените и любите, и мужчина будет ценить и любить, ему даже неинтересны будут другие. Потому что женщина, которая любит и ценит себя, она всегда интересна. Она всегда манит, вызывает такой магнетизм. Как научиться любить себя и ценить? Есть несколько инструментов лично у меня. Есть вообще в мире очень много разных инструментов. Но у меня есть несколько курсов. Есть мастерская уверенности и любви к себе. Это платный курс, который длится месяц. Есть самореализация по любви. Это бесплатный курс, который можно найти под этим видео или в шапке профиля. Есть алхимия дыхания, которая проходит регулярно. Она очень сильно быстро начинает убирать блоки и травмы, которые как раз мешают принять и полюбить себя. Потому что мы рождаемся с нейтральным отношением к себе, но в какой-то момент, смотря на внешний мир, приобретаем такое убеждение, что я какая-то не такая. То есть мы убираем эти убеждения, убираем эти негативные эмоции, и человек слой за слоем возвращается к себе, начинает ценить, любить себя, и отношения с мужчинами меняются в лучшую сторону. Вот, поэтому, друзья, сколько не было бы вам лет, никогда не поздно измениться, и все зависит от вас.